Всем добрый вечер, мы в прямом эфире на телеканале Россия. Я хочу показать вам сюжет, потому что очень много учителей, которые сейчас работают дистанционно, все они пишут к нам в редакцию, что у них мало времени остается на свою семью. Но вот как справляется со своими обязанностями Светлана Геннадьевна Нафт, город Красноармейск, Московская область. Внимание, один день из жизни рядовой учительницы. Встаю я также в 6.30. Прежде чем идти позавтракать и привести себя в порядок, я бегу к компьютеру, чтобы дети, открыв 8.30 школьный портал, увидели фронт работы на сегодня. Я занята 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Даже налить себе кружку чая совершенно нет времени. Постоянно трезвонит телефон. Ну вот, только хотела попить чай. Алло, доброе утро, Дима. У меня возникли вопросы по 202-му упражнению. Сейчас, секунду, Дим. Мне звонит Ева сейчас, подожди. Алло, здрасте, я просто не могу дойти в квартире. Не успевает позавтракать, приходится помогать им. Да, Дим, у меня в классе 26 детей. Это испытание для всех. Прежде чем наладить вот эту конференцию, различные видео, мы с родителями неделю тренировались. Не всегда знаешь, куда нажать, откуда взять. Дети, конечно, проще приспосабливаются ко всем этим новшествам. И многому даже меня учат. Ручку и тетрадку я не держала в руках уже более 20 дней. Так, ну что ж, почти все у нас. Что за звуком у нас? Света зависла. К русскому языку готовы. Повторим части речи. Что такое глагол? Кто мне ответит? Лес рук. По программе, допустим, у меня выучить стихотворение. Дети высылают мне запись на телефон. Котята. Стараются. На свете есть котята. С выражением. Косянка, кому плод. И есть у них хозяйка? Не помню, как зовут. Она котята. Я очень скучаю по детям. У нас очень теплые отношения. Может быть, даже поэтому проще мне приходится с ними как-то договориться. Успокоить. Что это не навсегда. Что это когда-то закончится. Она плачет, и я плачу вместе с ней.